Итак, о равенстве на дороге, конфликтах, смертоубийствах и прочее. Да, вы прекрасно понимаете, что так как ведут себя обладатели привилегированных номеров, мигалок и очень больших капиталов и власти, они ведут себя на дорогах точности так же, как вели себя на дорогах древности или средневековья крупные рабовладельцы или феодалы. Вспомните, едет господин, там, даймё, там, я не знаю, лендлорд, боярин, князь, вот, все остальные, так сказать, прижимаются к обочине, он обдаёт себя грязью, он расталкивается со своего пути и не дай бог ты ему перекроешь дороги, будучи ниже по социальному статусу. Ты будешь просто убит. Это один к одному повторяет сейчас ситуацию с дорожным, так сказать, положением в Российской Федерации, с дорожной обстановкой, простите, в Российской Федерации. Да, есть современные феодалы, богачи и, так сказать, обладатели некого административного статуса, как правило, это всё уже сливается, как в древних деспотиях там или в рабовладельческих обществах, то у кого власть, то вы и собственность. Естественно, они ведут себя как привилегированные простолюдинов, они хотят, собственно говоря, плевать на них хотели и насилие на ними творят. Они считают себя выше законов, собственно говоря, для лохов законы, для простолюдинов, мы выше этих законов. Ещё раз говорю, это новое средневековье и отражение кастово-дневного робологического общества. В условиях всеобщей автомобилизации, которая началась при Путине за счёт там закупки массы автомобилей там в 2000-е годы, да, уже при Путине, при употребительском рае, всё это выперло во всей красе. Да, такое было в Советском Союзе, безусловно, начальство тоже вело себя, но, во-первых, начальство было меньше, мегалог было меньше, да и автомобилей было меньше. Как с этим бороться? Друзья мои, я хочу обратиться к вам, господа либералы, демократы. Когда вы разрушали Советский Союз, когда вы рекомендовали Гайдару, Чубайсу, Ельцину, всем, собственно говоря, творцам так называемых неолиберальных людоедских монетаристских реформ, ваучерам, приватизациям, вам же мы говорили, что все ваши реформы, в кавычках, приведут к тому, что власть и собственность будут сконцентрированы на руках узкой группы людей, а 90% будет обездоленными. И что в таком обществе никакой демократии на довласти невозможно, это будет новое кастовое рабовладельческое общество. Вы объявляли нас краснокоричневыми, призывали расстрелять в 1993 году, стреляли по нам, вы хлопали, так сказать, аплодировали перед телевизорами. Теперь вы оказались в том строе, ради которого вы боролись, понимаете, поддерживая вот этих всех Чубайсов, Ельцина и ранее Путина в том числе. Что вы теперь хотите? Равенство на дорогах, вы понимаете, когда у 0,2% семей, 70% собственности сосредоточено, будет на дорогах вот такой начальственной беспредел. Они будут вести себя как феодал. Как добиться равенства? Государство в руках этих феодалов, они свои привилегии не отдадут. Как добиться равенства? Я думаю, что вы сами понимаете, как его добиться. Во-первых, нужна индустриализация. Нельзя просто сейчас переуспределить богатство. Богатство уже меньше, чем в советское время, а остатки в руках немногих. На всех не разделишь, не хватит уже. И ты погубишь этот топливно-энергетический комплекс. Эту трубу ты тоже погубишь, если ты на всех разделишь. Нужна индустриализация, нужна смена власти. Я дальше прекращаю дозволенные речи, потому что вы сами, наверное, продолжите цепочку, что нужно для индустриализации, для изменения курса в стране. Тогда вы станете свободными людьми. Вот и все, ребят. Но запомните, вы никогда больше не должны верить господам либералам прозападным, которые в раз уже нас завели в новое рабство. Я думаю, что слушать надо прагматиков, национально-ориентированных людей, сторонников новой индустриализации. И пока, извините, в стране будет экономика трубы и стадионов, а не экономика заводов, фабриков, лабораторий и пашин, неравноправие на дорогах, как и вообще новый феодализм, новая кастность будет сохраняться. Субтитры создавал DimaTorzok